Сегодня в Бресте дан старт новому совместному проекту Республиканского научно-практического центра отоларингологии и областной больницы. Цель наладить в нашем регионе диагностику и лечение болезней остановок дыхания во сне. Этот проект стал возможен благодаря не только высокому профессионализму брестских врачей, но и поддержке Брестского облсполкома. Финансирование в размере 100 миллионов рублей направят на покупку дополнительного оборудования и расходных материалов. Актуальность проблемы обусловлена распространенностью и высокой смертностью от сложных тяжелых форм заболевания. Поэтому мы такое большое значение придаем лечению данного заболевания и поэтому мы сейчас внедряем методы диагностики в регионах, начиная с вашей Брестской областной больницы. Пациенты эти особенные, имеют множество нюансов, про которые должны знать доктора, к которым они возвращаются. Потому что с моей точки зрения, с анестезиологической, у них повышена чувствительность к гипнотическим препаратам. И вводя расчетную дозу, мы получаем неожиданный эффект. Соответственно, надо, чтобы пациент был обследован. Это первый момент. А второй момент, чтобы доктор был в курсе, чем он болеет и какие нюансы он имеет. Брест стал первым из регионов, где внедряют обследование и лечение болезней остановок дыхания. Столичные медики привезли необходимое оборудование и начали обучение брестских коллег. Первый этап – диагностика. Ее проводят врач и анестезиолог. В состоянии искусственного сна пациент проходит обследование верхних дыхательных путей. По его итогам назначается либо консервативное лечение, либо с хирургическим вмешательством. Остановки дыхания могут проходить на нескольких уровнях. И хирургия, соответственно, на одном уровне будет неэффективна. А где-то нужна многоуровневая хирургия. В состоянии естественного сна были попытки предпринятые эндоскопически исследовать верхние дыхательные пути, но это невозможно. Во-первых, это трудоемко, во-вторых, пациент все равно просыпается. Поэтому была предложена фармакологическая седация, и в этом состоянии пациента обследуют эндоскопически. Человека будем вводить в сон, в искусственный. И поэтому нам важно, чтобы этот сон был приближен к физиологическому. То, о чем я вам говорила, это очень актуально. Над этим работает весь мир. Поэтому мы будем работать не только с вашей больницей, а с Институтом физиологии Академии наук. 6% жителей Брещины до 45 лет и 25% от 45 лет и старше страдают заболеваниями, которым сопутствует нарушение дыхания во сне. Число летальных исходов среди таких пациентов очень высок – 37% от общего количества. Новая диагностика и лечение помогут снизить смертность и улучшить качество жизни. С внедрением обследования данных пациентов мы будем знать, на каком уровне происходит апноэ, происходит обструкция. И будем эту патологию заниматься, этой патологией исключать, если будет необходимость в оперативном лечении. Проект рассчитан на три года. За это время будет наработана серьезная база. Появятся специальные методики и система, которая поставит на поток обследование и помощь пациентам с болезнями остановок дыхания на базе Брестской областной больницы. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания Брестской областной больницы.